Всем привет дорогие подписчики из телеканала Сместного Зарбаба, мы продолжаем проходить Биомутант. Итак, мы с вами в прошлой серии вышли из бункера 101 и теперь нам с вами нужно будет двигаться дальше. Рывок шифт это понятно, мы уже знаем. Да, кстати, я сейчас секундочку зайду в настроечки. Так, окей. Ну давай подойдем к указателю. Он его пометил. Все правильно. Посмотрим. Указатели находятся рядом с интересными местами по всему миру. Указатели можно разблокировать с помощью кнопки взаимодействия. Можно переноситься к разблокированному указателю, выбрав его на карте. Чтобы открыть карту нажмите М. Понятно. Ух ты какой, красавчик. Один из мироедов. Это должно быть тот мироед, что отожрал ногу уже с кису. Чтобы его одолеть, нужно иметь пару трюков в руках. Мироеды с течением времени оставили массу следов на лице мира. Это не первая и не последняя деревня, брошенная им в таком виде. Гляди, кто-то выжил? Как приятно видеть, что и такое бывает. Он слышал рассказы о том, какие ужасы творят мироеды в других местах. Но никогда не думал, что кто-то доберется и сюда тоже. Аура. Твое внутреннее равновесие – это две половины, составляющие всепроницающую целостность. Время от времени ты сможешь проявлять внутреннее равновесие с помощью поступков и выборов в диалогах. Мало кто ведет себя одинаково во всех ситуациях, а целостность складывается из разных действий и выборов, которые мы совершаем. Совокупность твоих действий и поступков определяет цвет ауры, который влияет на диалоги с другими персонажами. Он беспокоится, что если все так пойдет и дальше, спасать будет нечего, даже если уцелеет древо жизни. Не знает, что тебя связывает с этим местом, но что-то ему подсказывает, что ты по-прежнему следуешь велениям своего сердца. Да, велениям своего темного сердца. Очки псионики. Взаимодействие с пси-линиками и светильщами дает пси-очки, которые возможно использовать для разблокировки псионических сил. Силы могут быть разблокированы только после достижения темного или светлого внутреннего равновесия. Как бы то ни было, он нуждается в помощи и говорит, что судить тебя будут по делам, а не по намерениям. Ну, выбрав правую часть, пойдем по стороне света, а мы с вами пойдем по стороне тьмы. Я предоставляю тебя твоей судьбе. Он не понимает, зачем ты это делаешь. Ему никак не выбраться самому. Ну, я тебе помог? Отлично! Позволь мне провести тебя во тьму. Мне всегда нравилась темнота. Да ладно! Мне всегда казалось, ты выше этого. И это было ошибкой. Тьмы всегда больше, чем света. Ты еще можешь вернуться на светлую сторону. Страна уже выбрана, и она не светлая. Да, и она не светлая. На тебе лопатой. Пси-очко разблокировано. Пси-очко. Использую его, чтобы разблокировать силы в меню мутации. Некоторые силы заблокированы раскладом ауры. Это значит, что с помощью пси-очков можно разблокировать только силы того же цвета, что и аура. Либо же силы, не имеющие цвета. Два мне, получается, псячка, да? Это опять уже скис. Наверное, он упустил что-то важное. Уже скис думает, что если ты собираешься сразиться с мироедами, лучше заручиться поддержкой одного из племен. И тут поблизости как раз есть два таких. Племя Джагни, безусловно, стоит поддержать. Они всеми силами пытаются расширить и укрепить свое влияние и навести страх на окружающих. Учти, что какое бы из племен тебе не приглянулось, добиться их доверия будет не так-то просто. Ведь конфликт между ними достиг апогея, и они находятся буквально в шаге от войны друг с другом. Когда чудовища поднялись из глубин, Мириот решили, что с мироедами пора покончить. Кажется, что было бы логично встать на сторону Мириот, которые так стремятся объединить разрозненный мир. Но правильно ли это? В одном можно не сомневаться. Так или иначе, предназначенное случится. Племя Джагни всегда жило одним убеждением. Чтобы в мире воцарилось равновесие, слабые должны умереть. Они верят, что для восстановления мира необходимо очищение, и хотят позволить мироедам свалить древо жизни. Но нельзя сказать, что объединение с Джагни — это зло. Судьба найдет способ исполниться. Уже скис говорит, что кто-то должен нарушить равновесие и склонить чашу весов в пользу Джагни или Мириот. И это будем мы. Он уверен, что шифу племен, в особенности племени Джагни, выслушают тебя и ожидает, что ты поговоришь хотя бы с одним из них и заручишься его поддержкой. Так, племена уже вступали в бой с мироедами. Почему Джагни? Почему Джагни? Он чувствует, что тебе больше по нраву философия Джагни. Они с распростертыми объятиями примут того, кто поддержит их в борьбе с племенем Мириот. Он будет ожидать тебя под древом жизни, если ты вдруг собьешься с пути. В любом случае, вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироедами. Так, отслеживание заданий. Текущие и начатые задания отображаются в журнале. Смотрите в верхнее меню. Чтобы начать отслеживать другое задание, откройте журнал и выберите нужное. Поговорите с шифрю Мириот или Джагни. Журнал. В журнале содержится информация о заданиях, всех предыдущих обучающих курсах и диалогах. Чтобы открыть журнал, нажмите G. Это, в принципе, понятно. Так, война племен. Сокрушить племя соперников. Древо жизни. Победить всех четверых мироедов. Так, сюжетный побочных у нас пока нет, да? Да. Завершенный это бункер 101 и давно минувшее. Хорошо. Хорошо. Так, племена. Темная. Светлейшая. Аура означает уважение и истинную приверженность к правосудию, чести и состраданию. Лотус. Темнейшая. Аура означает полное отсутствие уважения к чужой жизни и приверженность к хаосу. Анкати. Светлая. Аура означает уважение к жизни и обязательство жертвовать собой ради блага других. Джагни. Темная. Аура означает отказ брать на себя какие-то обязательства и высшую степень эгоизма. Нетра. Чуть светлая. Чуть светлая. Аура означает стремление работать над собой и готовность помочь тем, кто нуждается в помощи. И пичу. Чуть темная. Чуть темная. Аура означает неспособность увеличать нравственное и безнравственное поведение. Хорошо. Так. Прокачка у нас будет с вами попозже. Еще одна развилка. Должно быть либо туннель, либо моторный мост. Что же на этот раз? На моторный мост. Моторный мост. Надо только сначала обыскать дома. Может что-то на нем полезное. Ну да. Малая аптечка. Отлично. Все. Лекарства. Лекарства нам пригодятся. Пластырь здоровья. Еще пластырь здоровья. Отлично. А птичек прям очень много дают. Это хорошо. Так, ну как бы здесь, в принципе, все. Пойдем на мост. Это мост. Просто перейди его. Я и перехожу. Так, отлично. Я помогаю, получается, вот этим, да? Минус. Палец на спуске дергается. Прощай. Тот останется отметим. Отлично. Еще одно очко улучшения. Уровень 3. Тем временем. Полезно. Не поспоришь. Есть что-нибудь тут еще полезное? Так, они, получается, охраняли территорию, да? Вы охраняете вход. Красавцы. Мне сюда. Они оба строили эти территории. Уплотнили грязью место, где был сплошной мусор. Как будто до войны племен тут было недостаточно паршиво. Так, все, обыскиваем. Вдруг что-то найдем полезное, интересное. Так. Что-то есть. Во, не зря зашел. Аптечка. Пока выпадает только одно, блин, здоровье. Ну, то есть, никакого другого лута я не вижу. Типа, новое какое-нибудь оружие. Какие-нибудь расходники новые. Ничего. Ну, чем больше аптечек, тем лучше. Уже темнеет. Это форт племени Джагни. Их дружба бывает и в радость, и в тягость. Тебе решать. Они считают так. Либо ты помогаешь им решить проблему с войной племен, либо создаешь проблемы. Все логично. Посмотрим. Так, все понятно. Говорит, что они не доверяют чужакам. У них война идет. Шифу будет рад меня видеть. Им уже сообщили о незваных гостях. Так что, с его точки зрения, Шифу будет очень заинтересован в вашей встрече. Ну, отлично. Племен Джагни хочет стать вездесущим. И, что важнее всего, грозным. Они надеются одолеть племена. Ибо единственный способ гарантировать мир – это высшая власть. Шифу убежден, что нужно позволить мироедам уничтожить древо жизни, поскольку это их собственные стратегии очищения мира. После этого можно будет начать... Он приветствует тебя в форте Джагни и представляется Шифу племени. Весть о том, что хладнокровный Ронин вышел в поход и пересек великую стену через трещину в бункере 101, опередила тебя. Великая стена. Стена, которая их отделяет от той стороны, от пустоши. Он полагает, что время, которое тебе пришлось там провести, не оставило после себя воспоминаний. Твоя память пуста и бесплодна, как сама пустошь. Он понимает, что иногда нужно потерять себя, чтобы себя найти. Он рад, что ты здесь. Он знал тебя еще детенышем и видит, что в тебе мало что изменилось. Твое сердце осталось добрым. Порой одно воспоминание тянет за собой следующее. Он много лет не вспоминал о твоей муме, хотя она его многому научила. Он стал одним из первых последователей вунфу. Так. Ученики или моя мума? Ученики. Их было шесть. Но союз распался, когда Люпус-Люпин напал на старую деревню. Вскоре после этого образовалось шесть новых племен, каждая со своей системой ценностей. Когда начался мор, они рассорились и дошло до войны. Шифу говорит, что сейчас надо забыть о прошлом. По крайней мере, на время. Опасности кишат со всех сторон. Соперники наступают. Джагни не стремятся к единству племен. Их цель – распространить свою власть повсюду и всем внушать страх. Говорит, что страх и ненависть – это единственный способ оказаться наверху. И тебе это прекрасно известно. Прими себя. Помоги одолеть другие племена. И позволь мироедам уничтожить древо жизни. Это так просто. Конечно. Выбрать позицию. Заключить союз с фракцией Джагни. Они хотят покорить племена и позволить мироедам уничтожить древо жизни. Внимание. Данный выбор означает, что итогом игры станет уничтожение древа жизни. Когда ты будешь решать судьбу поверженного Шифу вражеского племени, ты сможешь выбрать только подчинить или покорить. Он так и думал, что ты встанешь в их ряды. Ты понимаешь главный принцип мироздания. Кто подчиняет себе других, тот и находится наверху. Шифу ждал, пока равновесие сместится в пользу его племени. И это случилось. Ведь ты теперь на их стороне. Ты сможешь одолеть другие племена. И начать надо с мирят. Племя мирят, бессильные доброхоты. Они верят в высшее благо и кодекс чести. Но объединение племен и спасение древа жизни ничего не изменит. Тебе пора прекратить жить в прошлом. Заключен союз с фракцией Джагни. Их племени придется положить конец войне, пока война не положила конец им всем. Это будет стоить синяков и сломанных костей, но они не желают быть жертвами. Нужно скорее покончить с этим. Нечего тянуть, иначе они рискуют обучить противника искусству ведения войны. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить вызов шифу противника в его крепости. Мирят Вас ведет тьма, так что они готовы к войне. Война не оставляет за собой ничего, кроме выжженной земли. Просит тебя не бояться. Твоя судьба тебя не оставит. Захвати заставы соперника и заслужи право на племенное оружие. Когда ты захватишь заставы соперников, ты сразишься с их шифу. Тогда земля противника, оружие и само племя будут принадлежать тебе. Хорошо. Племенное оружие. Твоя Мума обучила каждого из учеников владеть особым оружием. Она никогда не планировала использовать их для охоты или для ведения войны, но впоследствии все изменилось из-за постоянных нападений. При виде тебя он вспоминает старую деревню. Джагни не стремятся к единству племен. Их цель – распространить свою власть повсюду и всем внушать страх. Это я уже понял. Он вспоминает твое доброе и открытое сердце и чувствует, что оно все еще где-то там, как и желание творить добро. В любом случае, по дороге к заставе ты пройдешь через старую деревню. Но у нас нет времени на сантименты. Война не станет ждать. Он не сердится на тебя за плохую память, но чувствует пустоту потери. И все? Рассказал? Так, покинуть форт Джанги. А что у форта Джанги есть? У них, скорее всего, племена оружия и какая-нибудь палка. Так, что у них тут вообще есть? В форте. Можно, в принципе, тут побегать. Посмотреть. О, рыбу ловит. Тебе не помешает навестить гупа на подводной станции. Гупа на подводной станции. Хорошо. Не удивиться, если вы снова встретитесь. Вздрагивает при мысли о том, как из детеныша может вырасти такая испорченная личность. Говорит, приятно было поболтать с тобой. Ну и хорошо. Так, плакать мы, походу, еще пока не умеем, да? Лучше, конечно, не рисковать. Еще аптечка. Так, а что у меня здоровье-то нергеница? Когда-нибудь древо погибнет. Но тебе не стоит приближать этот момент. Не удивиться, если вы снова встретитесь. Ну, хорошо. Она признается, что на них уже сказывается тяжелая работа. Начинает чувствоваться усталость. Надеется, вскоре снова тебя увидеть. Хорошо. Все так надеются меня скоро увидеть. Говорит, что нетро и джагни сейчас примерно равны по силам. Говорит, что все важные вещи вы уже обсудили. Со всеми? Соглашается, что лучший способ построить новый мир, это разрушить старый до основания, а затем полностью тебя понимает. А затем полностью тебя понимает. Так, это не какая-то ферма-то, что-то выращивать. Ладно, со всеми болтать не будем тогда. Попасть я, в принципе, в дома могу, это хорошо. Еще малая аптечка. Надо все обыскивать, потому что что-то будет всегда полезное. Места для отдыха. Это место для отдыха. Здесь можно восстановить здоровье и энергию ЦИ или просто отдохнуть. Да? Отлично. Может, что-то у меня здоровье не регенится. Мы вроде как не в бою. Так, еще малая аптечка. А где отдыхать-то? А вот. Это тихое место, где можно отдохнуть и прийти в себя. Когда день сменяется ночью и наоборот. Отдохнуть до рассвета. Да, но здоровье до сих пор почему-то не восстановилось. Странно. Что тут у них еще есть? Это везде река. Товарищу-то пилят. Пластырь здоровья. Ну, пока только выпадает одно здоровье. Ничего другого пока не выпадает. Так, это, походу, торговец. Говорит, что в лавке для каждого найдется что-то нужное. Особенно для тебя. Давай поторгуем. Говорит, место тут бойкое. Так что неудивительно, что ты хочешь сразу к делу перейти. Так, типы торговцев. Каждый торговец специализируется на определенном типе предметов. Части оружия ближнего или дальнего боя. Части снаряги, одежда или транспорт. А еще у торговцев можно найти недостающие запчасти для твоего снаряжения. Если тебе не хватает какой-то детали, чтобы создать оружие, поищи ее у ближайшего торговца. Покупай предметы за грины. Валюта в виде листьев. Цена указана в списке справа от предмета. Грины можно собрать с особых кустов или получить, продав какой-нибудь предмет. Можно продавать предметы торговцам. Для этого надо воспользоваться вкладкой «Продать в меню». Пока что это не очень актуально, но не волнуйся. Ты найдешь достаточно гринов и предметов, просто исследуя этот мир. Так, «Продать». Это всякие расходники, одежда, оружие. А купить – разная одежда. Ух ты, нифига себе. Конечно, тут много всего, чего интересно. Но это надо очень долго разбираться. Поэтому мы с вами пока этим заниматься не будем тратить на это время. Я, может быть, за кадром поизучаю. Опять-таки, если буду находиться где-то здесь. Так, ты у нас конкретно оружием занимаешься. Понятно. А ты стрелковым оружием. Поражается, что вы с Ноку умудрились до сих пор не встретиться. Говорит, что приятно встретить и неродича из Джагни. Продолжай собирательство как положено. Говорит, приятно было поболтать с тобой. Так, а с кем я должен был встретиться? Подожди. Что-то я упустил в этот момент. Еще аптечка. Большая батарея. Так, с гимсом еще не были. Ага, ну, в принципе, и все. Побывали везде. Привратник приветствует тебя в форте. Пока что у меня все. Тебе здесь всегда рады. Ну и отлично. Так, пройти по вырубке. Пойдем пройдемся. Так, опять траншеи, траншеи. Везде все пусто. А вот тут уже пусто явно не будет. Еще пластырь здоровья. Хорошо. Так, не застревай. Вырубка это сюда, да? Так. Ох. Берегись. Впереди бормоталки. Эволюция жестоко с ними обошлась. Особенно с вонками. Они облысели и скукожились. Ну, я же уходил. Осторожно. Не могу понять. Клани-то почему не работает? Оно вообще как-то работает не всегда. Ты серьезно, что ли? Близкий контакт. Заколотим его, зарежем. Падаю же. Отлично. С томата. И все. Мало батареи. Отправиться в родную деревню. Так. Большая батарея. Нападем. Время здесь остановилось. Это вызывает покалывание внутри. Тут есть что-то необычное, притягивающее взгляд. Пойдем, пометим сразу территорию. Посмотрим. Время проходит. Воспоминания меркнут. Порой ощущение меняется. Дело не в том, кем ты был, а в том, кем ты станешь. Эта история еще не Эхо давно ушедшего прошлого, как шепот ветра. Мы снова в детстве. Губ. Вот некто, кто просто живет день за днем. Спрашивает, как у тебя дела. Такс, я не могу пожаловаться немного не по себе. Я не могу пожаловаться. Он напоминает, что если наступят тяжелые времена, нужно просто продолжать идти вперед. Интересуется, где тебя носило. Надеется, что на озере. А то тебе бы не помешало научиться плавать получше. Вот это, кстати, полезно. Да так, то там, то сям, в одиночку. Губ говорит, некоторые выбирают одиночество, потому что никто не понимает, что с ними происходит. Если у тебя тоже так, он попытается помочь. Только позволь. Он говорит, что за это время можно было бы уже научиться плавать. Зачем? Когда умеешь плавать, жизненные беды сами не проходят. Но тогда хотя бы в них не утонешь. Повежливай, пожалуйста. Плавание. Ты можешь плавать в мелких водоемах, которые здесь большинство. Но если вдруг окажешься на глубине, то начнешь медленно терять энергию Ци. Когда она закончится, ты утонешь. Я вижу, как она тратится, эта энергия Ци. Он говорит, что это было не так уж плохо, верно? Ты меня чуть не утопил. Он говорит, что ощущение, будто ты сейчас утонешь, лучше всего напомнить тебе о том, что нужно научиться плавать. Но тебе надо тренироваться как можно больше. Или нужен учитель получше. Тебе нужно положиться на тех, кто умеет как-то учить. Тех, кто не против наклониться и подобрать твои сапоги. Тебе нужно провести побольше времени на глади. Только так ты научишься плавать. Так, оставь это при себе. Он никому не расскажет, что ты не умеешь плавать. Он полагает, ты про это. Судя по тому, как смотрит твоя мума, у тебя что-то вылетело из головы. Кто-то обещал с ней потренироваться до захода солнца. Пора на урок. Фун-фу, не сложная штука. Она одобряет то, как ты продвигаешься, но перед тобой еще долгий путь. Тебе следует знать, что повторение мать учения. Зачем мне тренироваться, когда я так все умею? Она говорит, что все мы несовершенны, поэтому нужно тренироваться. Она предлагает тебе встретиться на деревенской площади. У меня много дел. Она понимает, однако порой приходится делать то, что нужно, а не то, что хочется. Тренировка вун-фу. Так, а подожди, я что, с плаванием-то все? Не научусь будешь плавать? Слышь ты, буб. Давай сплавим еще разочек. Эп-па. Вроде неплохо, нормально, плаваем. Ладно, пойдем тренироваться. Вун-фу. Вот еще кто-то из знакомых. У него много забот. Интересуется, как у тебя денек? Так. Нашлось что-то, что можно использовать? Когда он творит, то заботится только о том, чтобы из-под его рук вышло что-то полезное. Он надеялся, что ты сможешь помочь ему найти пару ингредиентов для его могушки. Собери сам, и тогда мне не придется. Не заботясь об окружающей среде, ты рискуешь собственным будущим. Следующее поколение заплатит за ошибки предков. Ему нужны вещи, которые можно пустить в переработку. Много времени у тебя их поиск не займет. Вверх на велосипеде. Новый сюжет на задание. Так. Обыскать кучу мусора. Вот эти кучи. Давай обыщем. Так, одна кучка есть. Вторая есть. Спрашивает, какой хлом тебе удалось найти? Так, ты настоящий эксперт, что-то старенькое, чтобы сделать новенькое. Не уверен, что это. Он говорит, что ничем нельзя разбрасываться. Ему-то все пригодится. А вот знаешь ли ты, как перерабатывать хлом? Так. А разве он делает крутые штуки? Ну, тут как бы, в принципе, надо понять систему эту, да? Как собирать? Ну, давай делаем вот так вот. Он говорит, что мало кто согласен на скромные дела, но если уделить им достаточно времени, они способны повлиять на многое. Он бы с радостью научил тебя переработки. И начнете вы с собранного тобой хлома. Так, создание обучения. Добро пожаловать в меню создания. Здесь ты сможешь воскресенье и имеющееся оружие и броню. Или, если у тебя с фантазией все хорошо, с нуля создать совершенно новое оружие. Если берешь нужные ресурсы, сможешь создавать собственное оружие. Окей. Чтобы начать создавать свое оружие, сначала выбери корпус. Так ты определишь, какое оружие будешь создавать. Существует три различных вида оружия. Ближнего обоя, дробящее, одноручное рубище и двуручное рубище. Чтобы продолжить создание оружия, выбери ячейку рукояти. Так. Вот это вот имя? А, вот, рукоять. Выбери нужную рукоять, чтобы создать оружие. Так, шанс скрита 3%. 691, 696, 694, 418, 420, 695, пробивание еще есть. 425, 701. А у меня сколько этих листьев-то? Или мне на халяву просто? Если на халяву, то ладно. Это, кстати, смотрится не очень, но пока и более эффективно. И урон выше, и пробивание еще дает дополнительно. Ага. арматура. Очень много всего. Пробивание. 691, 422. Вот это пока неплохо. 697. 423, 699. Так, ну где там был 421? Вот, 422, 691, плюс еще пробивание. Давай вот это попробуем. Чтобы создать оружие, нажмите F. все? Добротный бип. Выглядит неплохо, но он не может сдержать любопытство. Почему именно оружие? Ха, делаю то, что умею. Он говорит, что тебе не нужно оружие. Ты и есть оружие. Он понимает, но надеется, что оно тебе не скоро понадобится. Это же моя работа. Гизмо любит делиться. Все, что принадлежит ему, твое. Все, что принадлежит тебе, его. Он хотел бы посмотреть, что ты еще можешь. У тебя явно талант к этому делу. Похоже, что у нее кончается терпение. Ты же знаешь, что она не любит долго тебя ждать. Тебе нужно немедленно идти на деревенскую площадь. Я не могу быть там, когда я здесь. Тогда она просит тебя поторопиться, а то с таким отношением далеко не уедешь. Она считает, что тебе пора вырасти и начать думать самостоятельно. Надо определиться с жизненным путем, пока она с тобой. Просто пока для этого не пришло время. Она говорит, что дело не только в настоящем моменте и том, куда ты направляешься. Вначале тебе нужно найти себя, а остальное приложится. У тебя всегда был свой путь, но в этот раз она просит тебя следовать за ней. В конце концов, я найду свой путь. Она беспокоится о тебе. Иногда ты теряешься в собственном мире, где ты единственное, что имеет значение. Тренироваться с Мумой. Ладно, на тренировку мы с вами отправимся, ребята, уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами Базарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Пока.